Всем привет, друзья! Меня зовут Даниил, вы на канале Таганай, и сегодня мы снова поговорим о масштабном хардкорном шутере Hell at Loose. Повод более чем весомый. Игра вышла из раннего доступа, и в ней наконец-то появились Красная Армия и карты Восточного Фронта, так что будет интересно. Поехали! Hell at Loose. Масштабный многопользовательский шутер в декорациях Второй мировой войны, который, несмотря на свою хардкорность и некоторые проблемы, был тепло встречен аудиторией и сформировал вокруг себя довольно большое и дружное сообщество поклонников. На старте в Hell at Loose были только армии США и Германии, а карты ограничивались сражениями в Нормандии и Бельгии. Ну, кто бы мог подумать. Но игра постоянно развивалась, все время добавлялись новые карты, виды оружия, игровые механики. И вот, наконец, пусть и гораздо позднее, чем ожидалось, мы получили таки Красную Армию и Восточный Фронт. И это не фигня, ребятки. Красная Армия не так часто появляется в шутерах про Вторую мировую, в отличие от той же Нормандии, без которой, наверное, не обойдется ни один проект. По понятным причинам. И тем приятнее видеть, что разработчики вспомнили и про Советский Союз. Кстати, как вам идея сделать топ онлайн-шутеров, где можно играть за Красную Армию? Если поддерживаете такую задумку, ставьте большие пальцы вверх, а в комментариях пишите, какие шутеры достойны попасть в этот топ. Я, конечно, навскидку могу назвать 5-6 наименований, но вдруг я кого-то упускаю. Но вернемся к Хеллет Луз, которая в этот топ определенно попадет и уж точно не на последнее место. Ведь карты Восточного Фронта и Красная Армия в ней оказались весьма достойными и практически без клюквы. Начнем с внешнего вида советских солдат. Ну, согласитесь, модельки сделаны очень старательно. Все необходимое снаряжение присутствует, гимнастерки выглядят поношенными, лица бойцов по большей части не вызывают ужаса. Привет тебе, Analysted! Доступна кастомизация внешнего вида бойцов с подбором лица, головного убора и одежды. На сегодня особого богатства тут не наблюдается, но это обещают поправить в ближайшее время, расширив варианты визуальной кастомизации масхалатами, плащ-палатками и даже формой войск НКВД. А вот черные бушлаты морской пехоты в игре есть уже сейчас. Правда, в формате платного дополнения. Но вот уж что я считаю наименьшим из зол, так это платную косметику, тем более такую офигенно качественную. Короче, я себе купил. Но некоторые внимательные зрители уже наверняка заметили несоответствие. Карты посвящены сражениям в Сталинграде и на Курской дуге. Последнее происходило летом 1943 года, когда Красная Армия уже перешла на новую форму одежды с погонами вместо петлиц. Разумеется, в качестве допущения можно предположить, что какую-то часть не успели переодеть, но вообще как-то не очень исторично. Да, скажем прямо с историчностью у Восточного фронта пока хватает проблем. Ведь немцам оставили тоже оружие и технику, что были у них в Нормандии. А значит, получите штурм Гивер 44, Гивер 43, Фаустпатроны, Тигры и Пантеры в Сталинграде. У Красной Армии там же присутствует ИС-1. Опять же, разработчики обещают постепенно исправлять ситуацию и уже анонсировали, например, модельку длинноствольного Панцера 4, который составит конкуренцию советскому Т-34. Что касается вооружения Красной Армии, то здесь пока довольно скудно, пусть и исторично. Замечены различные вариации трехлинейки, ППШ с секторным и барабанным магазинами, ДП-27, ТТ и СВТ-40. Вооружение бойца зависит от класса и роли в отряде, и советские сборки пока не блещут разнообразием. У немцев они выглядят интереснее. Но опять же, есть надежда, что здесь еще будут внесены изменения. Ну а карты? Карты действительно хороши. И сделаны, кстати, по реальным аэрофотоснимкам и картам военных лет. То есть места сражений воссозданы практически один в один. При этом локации получились, понятное дело, очень разными. Курск – это поросшие травы поля с густой сетью траншей и укреплений, парой деревенек и мельницами. Ну логично, что здесь много открытых пространств, но почти везде есть укрытие и возможность сократить дистанцию, не подставляясь под огонь. В крайнем случае помогают дымы. Из минусов карты назову ее однообразие. Большую часть времени вас ждут бои в одинаковых траншеях и полях с редкими перерывами на сражения среди деревенских домиков. Леса есть только по краям карты и практически исключены из процесса игры. В итоге, на мой вкус, не хватает визуального разнообразия. При том, что декорации сделаны очень старательно, есть множество приятных мелких деталей, да и вообще красиво. Но вот беда, при обилии хлипких деревянных построек очень расстраивает, полное отсутствие разрушаемости. Но тут ничего не поделаешь, таков движок. Поэтому деревянные заборы и сарайки в игре сломать невозможно. Курск представлен как в солнечную, так и в мрачную погоду, и мрачное мне нравится больше. И я бы очень хотел увидеть похожее небо где-нибудь в Энеллистет, ибо выглядит оно очень кинематографично. Сталинград замечен только в пасмурной вариации, но ему это идет. Карта получилась мега атмосферной и качественной. В отличие от Курска, она довольно разнообразна в плане декораций. На ней есть руины заводов, многоквартирные дома, сгоревший частный сектор, железнодорожные пути и так далее. Это заметно веселее, чем поля и траншеи, да и эпичные ракурсы попадаются заметно чаще. Но тут нас ждет другая беда – оптимизодница. И нет, я не оговорился. Так как карта свежая, и на ней просто невообразимое количество объектов и поверхностей, она просто отвратительно оптимизирована. Если американские карты у меня стабильно держат 100 фпс, то в Сталинграде в любой момент может начаться слайд-шоу с падением фпс до 12-15, и это не преувеличение. Причем среднее значение будет отображаться довольно высоким, около 80, но падения заметны даже невооруженным взглядом, и выставление графики на минимум ситуации в корне не меняет. Разработчики, конечно, уже выкатили патч с улучшением оптимизации, но вот беда каких-то серьезных, грандиозных изменений лично я не заметил. В целом же, карты Восточного фронта я считаю достойными. Даже Курск с его полями, не в пример памятной Галиции, позволяет играть довольно комфортно. О, я помню, как люди, ну, очевидно, не самого большого ума, писали мне про Галицию в Battlefield 1, что, мол, в России везде открытые поля, вот и карта в игре тоже с огромными открытыми пространствами, все реалистично, хрена ли ты хотел? Реализм и геймплей, ребятки, не есть одно и то же. И ведь на примере Hell at Loose мы видим, что достаточно было всего лишь перекопать эти бескрайние поля сетью траншей и укреплений, и проблема открытых пространств, если не решилась полностью, то хотя бы заметно смягчилась. Опять же, в Hell'ке на любой карте хватает больших дистанций. И это, кстати, на мой взгляд, один из минусов игры. Уж слишком часто игроку приходится вглядываться вдаль и стрелять на предельные дистанции. И раз уж зашла речь, давайте вспомним, как во всё это играть и насколько вообще изменилась Hell at Loose с момента прошлого обзора и изменилась ли. Визуально игра всё ещё смотрится отлично. Даже в 2021 году графика не кажется устаревшей, радуют чёткие текстуры и качественные эффекты, а главное, очень грамотный, талантливый визуальный дизайн карт. Кстати, радует и разнообразие карт. В игре их довольно много, на любой вкус. Есть зимние, есть летние, есть осенние. При этом игровые пейзажи выглядят натурально и узнаваемо, а красочные спецэффекты не нарушают серьёзный настрой. Кстати, эффекты заметно изменились и стали более реалистичными. И, пожалуй, это лучшие взрывы, что я видел в шутерах за последнее время. Натуральное военное кино, даже батла тут курит в сторонке, про аналисты я вообще молчу. Модельки, солдаты, техники тоже на вполне приличном уровне. Из минусов назову анимации. Вроде и неплохо, но всё же со стороны человечки выглядят какими-то кособокими, а их движения рваными. При этом анимации работы с оружием с видом от первого лица, наоборот, плавные и приятные, как, собственно, и само оружие. Отдельной похвалы заслуживает звук. Выстрелы, рёв пролетающих снарядов, грохот взрывов. Всё это звучит очень внушительно и создаёт убедительную канонаду боя, не делая больно ушам. Кроме того, неплохо работает позиционирование звука, позволяя определить, с какой стороны прозвучал выстрел и где там примерно топает враг. Ещё один из плюсов Хелки — масштабность. На карте сражаются до ста игроков безо всяких ботов. Только если вот вы после этих слов ожидаете плотную мясорубку типа Батлы или даже Эннолистед — разочарую. Масштабность тут подразумевает, кроме прочего, реально огромные карты. Гигантские карты. И хотя практически все режимы игры завязаны на сражении за одну-две точки на карте, вся массовка размазывается по километрам полей, и эпичные плотные замесы случаются, ну не то чтобы прямо часто. Случаются, конечно, но вот не часто. И тут надо упомянуть ключевую игровую механику. Хелка — игра не просто командная, а отрядная. Полноценной боевой единицей тут является не игрок, а отряд, включающий в себя ряд специалистов. Офицер ставит точки возрождения отряда и проводит рекогницировку при помощи бинокля. Инженер отвечает за фортификации, поддержка за пополнение расходников, противотанки сносит противотанковые средства или устанавливает орудия, санитар поднимает раненых, ну и так далее. Командир отряда имеет доступ к офицерскому голосовому чату, где командир стороны координирует действия всех отрядов на поле боя. И если для отдельных бойцов игра является шутером, то для командира стороны это еще и натуральная стратегия. Ибо для победы надо учитывать огромное количество факторов. Отряды в игре бывают трех типов. Пехотное отделение, экипаж техники и разведка. Последние — единственные, кто может ставить точки возрождения для команды, гарнизоны в тылу врага. Большинство игровых режимов завязаны на последовательный захват ключевых зон на карте. При этом активными считаются две пограничные зоны. То есть, захватив ключевую позицию, надо не просто бросить все силы на захват следующей точки, но и удержать предыдущую. В противном случае войска, ушедшие в атаку, окажутся в окружении, в отрыве от снабжения и точек возрождения. А эти самые точки возрождения — чуть ли не самое главное в игре. Вокруг них по-прежнему строится вся стратегия. Ибо карты, как я уже говорил, огромные, а топать с базового респа, то есть из штаба до середины карты — это минут пять реального времени. Поэтому командиры отрядов обучены ставить точки возрождения для своего отряда аванпосты, а при наличии ресурсов и гарнизоны для всей команды. Благодаря этим механикам игрок чаще всего избавлен от монотонной и долгой беготни и имеет возможность довольно быстро включиться в бой. И вроде бы классно, да, но при этом сохранилась та же проблема, о которой я говорил в прошлом обзоре — слоеный пирог. Это когда на спорной территории вокруг ключевой точки стоят в перемешку и ваши, и вражеские точки возрождения. И противник может появиться, ну, практически с любой стороны. Более того, успешная атака на точку с одного направления в принципе обречена на провал. Так что готовьтесь в любой ситуации крутить головой на 360 и всегда ждать удара в спину, ну, или хотя бы во фланг. Хорошо ли это в условиях масштабного хардкорного шутера? Да вот ни разу. Потому что это усложняет и без того непростой геймплей, а новичку тут придется тяжело, ибо порог вхождения у игры довольно-таки высокий. Первые 10 смертей гарантированно будут сопровождаться возгласом «Да откуда?», ибо враг не спешит выскакивать в полный рост перед твоим прицелом. Неприятель либо сидит в укрытии, высунув наружу лишь пару пикселей, либо коварно ползет, либо вообще уже прокрался тебе за спину. А если даже и удается заметить супостата, то тот, как правило, несется через поля или леса на пределе видимости, и попасть в него нет никакой возможности. Ведь снайперские прицелы положены только отряду разведки. Что обидно, в тебя на такой же предельной дистанции по закону подлости будут попадать без промаха с первого же выстрела. Вообще у игры немного рваный темп. То это медленные, осторожные маневры, ползания, обходы и вялые перестрелки на болтовках с максимальной дистанции, где врага едва удается разглядеть, то суматошная резня в зданиях и окопах на каких-то запредельных киберспортивных скоростях. Сколько раз на меня выскакивали автоматчики и убивали еще до того, как я успевал шевельнуть мышкой. С болтовками в целом ничуть не лучше. Если не попал ты, попадут в тебя. Ошибок игра не прощает и требует максимальной собранности. И вот в такие моменты, конечно, особенно бесит местами корявое управление и модель взаимодействия с объектами, медленное и вязкое перемещение персонажа и неторопливые анимации смены положения тела и перезарядки. Нет, иногда, конечно, удается занять выгодную позицию и отстреливать врагов с фланга или в спину или ураганным огнем автомата встречать на повороте траншеи. Такие моменты бывают, но как-то не слишком часто. И опять же, по ощущениям враги как будто способны пережить очередь в упор и взрыв гранаты под ногами, а ты умираешь от одного сурового взгляда в свою сторону. И понятно, что это вопрос восприятия. Ты просто умираешь так часто, что невольно начинаешь преувеличивать собственную уязвимость, а убиваешь... А вот фиг знает, как часто ты там кого-то убиваешь. Все потому, что убийства никак не обозначаются. Узнать свой счет убитых ты можешь в разделе личной статистики уже после матча. И порой он, конечно, способен, приятно удивить. Оказывается, в окопе ты закидал гранатами 5 человек и попал в кого-то из группы врагов, которые мелькали в окопах где-то там далеко впереди. И вот, на мой взгляд, игроку было бы приятнее узнавать о своем успехе сразу, а не выяснять уже после матча, что, оказывается, ты не только умирал всю игру. Но лично я вот в упор не понимаю, как пострадает геймплей, если игрок будет знать о том, что убил противника. Ведь радость от победы над врагом в перестрелке это обязательная часть удовольствия для любого шутера. А тут нас в этом удовольствии существенно так ограничивают. Причем, даже в хардкорной Redokestra 2 Heroes of Stalingrad был батллок, где убийства врагов обозначались, а тут все ну прям совсем строго. И единственный верный способ узнать, что ты убил врага, это сделать ему хедшот. Тогда звук попадания пули в шлем на любой дистанции даст понять, что да, противник убит. А во всех остальных случаях остается только гадать. Фанаты, конечно, скажут, что игра не про фраги, а про маневры, командное взаимодействие и выполнение боевой задачи. А убил ты там кого-то в дальних окопах или нет, не так важно, если в это время враги взяли точку у тебя в тылу. И они будут правы по-своему. Здесь же хардкор, в конце концов. И если ты принимаешь правила игры и ее суровый командный характер, то Хелка может подарить массу удовольствия. Да, для этого потребуется более или менее разобраться в игре и крайне желательно играть в отряде с друзьями. И да, с друзьями в любой игре веселее. Это факт. Но именно Хелка дает отличный инструментарий и мощную мотивацию для командной работы. Ведь, напомню, именно отряд является полноценной автономной боевой единицей. И, играя с друзьями, вы на своей шкуре испытаете, как важно действовать согласованно, помечать цели, прикрывать друг друга, поднимать союзников, снабжать их патронами и так далее. Ни в NLA-стед, ни в Insurgency, ни даже в Battlefield нет такой плотной завязки на командную работу. К вам заходит еще справа. Понял, сидим тихо. Дальше за мной в Аптопад. Пока у нас не трезки на арте, так что... Еще один! Есть! Сделали. Попробую. Убил, 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 убил. Убил, убил, убил. Все, убил. Тут мать, что на арте подстрелили. Ага, их там очень много. Починил. Я там одного снял, второй, кажется, одевок. Мерлин, там рядом с тобой припасы упали. Тик. Там машиних вам пост, давай проверим. И здесь я хочу сказать спасибо патронам моего канала, которые вызвались составить мне компанию в игре. ДД, Tempest Shadow, Kirpi, Agent, Elevator, Maro и другие. С ними мы несколько раз участвовали в действительно жарких сражениях. Пытались играть тактично и грамотно, и благодаря этому игра раскрылась для меня с новой стороны. Одна битва в руинах Сталинграда вообще получилась невероятно крутой по уровню командной работы и плотности боя. Но, видимо, мы оказались на острей вражеской атаке, потому что перли на нас без перерыва и со всех сторон. И без взаимопомощи и постоянной координации нам бы точно не удалось удержаться. Это было очень круто. Еще раз спасибо ребятам. Жаль только, что за примерно 50 часов игры подобное веселье ни разу больше не повторилось. Нет, были согласованные действия, были интересные перестрелки, но такой вот эпично-героической обороны не было ни разу. Увы. В итоге надо признать, что Hell Let Loose, ну, как и любой хардкорный шутер, обладает высоким порогом вхождения. И для комфортной игры требует соблюдение ряда условий. В первую очередь касающихся командного взаимодействия как на уровне стороны, так и отдельного отряда. Но, если звезды сойдутся, вы получите массу удовольствия. Наше отделение, единственное, которое остается на дефе. Сейчас все будут делать повторное развертывание на десант, после качур заходить в атаку. Мы единственные, кто остается в доме Павлова. Нет, Хелка не идеальна. И даже за звание лучшего шутера по Второй мировой ей придется побороться, ибо есть недочеты. Это и высокие системные требования с дурной оптимизацией на некоторых новых картах. Исторические несоответствия, которые в такой серьезной игре выглядят как-то ну уж совсем неуместно. И, наконец, полное отсутствие разрушаемости и плохая пробиваемость поверхностей. Последние два пункта негативно влияют на погружение, потому что подчеркивают условность происходящего на экране. Да, какие-то моменты очень красивы, но не хватает вот этого ощущения импакта от попадания пули из Insurgency или танков, сносящих каменные заборы и сарайки из Enlisted. Мир вокруг категорически не хочет реагировать на действия игрока, и это, конечно, печально. И еще одна проблема, и немаловажная, кстати, здесь нельзя просто зайти и поиграть. Сначала надо найти сервер. А сервера делятся не только по пингу, но и по языку общения. И если ты языком не владеешь, не стоит соваться на немецкие, польские или финские сервера. Но если только там не указан английский в качестве допустимого. Играть без микрофона вообще плохая идея, потому что микрофон требуют почти все командиры в обязательном порядке. Ибо без голосовой связи наладить координацию на поле боя просто невозможно. И если тебе таки посчастливилось найти сервер с подходящим языком, приемлемым пингом, интересной картой и, главное, наличием свободных мест, а в прайм-тайм, поверь, эта задачка не из легких, то тебя ждет следующий квест — найти свободный открытый отряд. Бывает, что открытых отрядов нет вообще, и в таком случае придется либо стучаться в закрытые, но не факт, что тебя возьмут, либо создавать свой отряд, что, кстати, не самый плохой вариант. Играть командиром не так сложно, надо только немного освоиться и научиться ставить гарнизоны и аванпосты. На худой конец можно создать закрытый отряд и бегать в гордом одиночестве, но так ты потеряешь 90% удовольствия от игры. Впрочем, с молчаливым отрядом рандомов будет не сильно лучше, поэтому в идеале либо учить английский, а в реалиях «Лэтлус» скорее немецкий, либо играть на российских серверах. Причем сейчас народ кучкуется не на официальных серваках, а на клановых. Это сервера кланов РККА и Бундесвер. Там, как правило, низкий пинг, русскоязычная и общительная комьюнити, и главное, люди там реально пытаются играть командно и тактично. Попробуйте. Клану Бундесвер, кстати, хочу сказать спасибо за то, что пригласили на клановый бой. Подобные сражения приносят офигенный игровой опыт и не сравнятся с рандомными катками по уровню организации. Как вы могли заметить, с онлайном проблем нет. Народу играет много, по вечерам это около 6 тысяч человек, что более чем достаточно для такой хардкорной игры. Парит том, что сам этот хардкорный геймплей, требующий постоянной собранности и напряжения, зайдет, конечно, не только лишь всем, и уж точно не каждому. Даже у меня бывало, что запустив игру в хорошем настроении, я через полчаса ваншотов неизвестно откуда с матюками все вырубал. В Хелке хватает ситуаций, которые способны вывести из себя. Когда бежишь с толпой других бойцов отнюдь не в первых рядах, но при этом ловишь внезапный хэдшот. Когда выстрел вражеской арты из всей огромной карты решает упасть именно на твою голову. Когда враги перемешались с союзниками в лесу или городке, и вдумчивый шутер превращается в какой-то бешеный десматч, где все мочат всех. Когда около точки возрождения под кустом ныкается враг с пулеметом и просто выкашивает ваши подкрепления раз за разом. Когда ты стреляешь во врага за хлипким забором, но твои пули, видимо, забор не пробивают, а вот ответная очередь через тот же забор летит прямо в тебя. Это я еще молчу про ситуации, когда просто не регает попадание, а тут такое, увы, тоже бывает. Недкод игры не идеален. В общем, эта игра умеет делать больно. Иногда просто не прет и ничего с этим не поделать. Но зато, когда прет, эмоции через край. Собственно, в этом и суть хардкора. Врага убить сложно, но ценность такого убийства в разы выше, чем когда ты из пулемета от бедра Акеремба косишь толпы ботов в Enlisted. Да, требования к игроку в таком случае тоже заметно выше. Но в Хелке нет никаких непреодолимых сложностей. Да и игра не ставит себе задачу усложнить жизнь игроку на каждом этапе. После смерти ты практически тут же возрождаешься, причем нередко прямо в эпицентре событий. Снарягу и оружие ты при этом не теряешь. Карта всегда доступна. Не надо искать по локации воду, чтобы не умереть от обезвоживания за 40 минут раунда. В общем, тут хардкор вполне умеренный, без перегибов. Да, я уже слишком стар для всего этого. Я не люблю игры, которые требуют постоянной сосредоточенности и ощущаются как тяжелая работа. А Хелка, увы, из таких. Но иногда поиграть в нее вполне можно. И если вопрос в том, стоит ли она тех денег, что просят за нее, то да, безусловно, стоит. Игра порадует любителей вдумчивого командного геймплея. Но, конечно, не стоит ждать от нее яркого мясного боевика, плотного экшена и постоянной стрельбы. Гораздо больше времени придется провести за такими увлекательными занятиями, как ходьба, ползание, вглядывание вдаль до боли в глазах, ну и ожидание возрождения, разумеется. В плане геймплея и общих ощущений наиболее близким аналогом будет, пожалуй, Родокистра 2 Хирузов Сталинград. Да, карты там были поменьше, а экшен заметно плотнее, но вот именно по ощущениям от перестрелок довольно-таки похожи. Как в плане плюсов, так и в плане минусов. Так что, если нравилась Красная Оркестра, то и Хелка наверняка зайдет. Но о сравнении этих игр я, наверное, лучше расскажу в обещанном топе лучших шутеров про Красную Армию. Так что не забывайте подписаться на канал, прожимайте колокольчик. Говорят, что алгоритмы Ютюба очень сильно зависят от этих уведомлений. А в комментариях пишите, что думаете про Хелл Этлуз и достойна ли она звания лучшего шутера про Вторую Мировую или лучшего шутера, где есть Красная Армия. Ну а у меня на сегодня все. Огромное спасибо за просмотр. С вами был Даниил, канал Таганай. Скоро увидимся. Всем пока. Огромное спасибо всем, кто уже поддерживает канал на Бусти и Патреон. Отдельную благодарность получают Редхэд Фокси, Юрий, МВС, ВУКС, Алексей Сидоркин, Жорж Тарасов, Пашудра, Бекас, Денис Гульчак, Маздай 98SE, Яков Леп, Данте 13, Дмитрий Шубин, Панцер 472, Станислав П. Артемка и Леонид Егоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова